Роща и берег реки Кукшум вместо зала заседаний. Чебоксарские депутаты провели сегодня выездное заседание на природе. И увидели не только распускающуюся зелень и первоцветы. Ольга Пурочкина подробнее. Весь апрель чебоксарцы выходили на субботники. Городские парки преобразились, а потом наступили майские праздники. Вот их последствия в Роще Гузовского. Мы уже хотим с мешками сами завтра тоже пить и убрать. Теперь на пенсионеров надежда. В защиту молодого поколения депутаты отмечают. Не хватает не только культуры у населения. Урмы побольше, которые с раздельным сбором. Вот я смотрю, там пивные банки, бэтбутылки. То они бы даже заставляли людей носить туда. Ну не сложно же. Пока они придумали, как сделать, чтобы не мусорили, нужно убирать. В прошлом году все лесные массивы в черте Чебоксар передали на баланс городу. А значит грабли и мешки для мусора, его управлению экологией в руки. А сам мусор отсюда кто выбирает? Сам мусор, вот вы как раз, мы объявили, вы уточнили бюджет, который был последний, апрельский получается. Мы разработали тех задания на содержание всех скверов. Мы сюда закладываем, это вывоз, как раз сбор мусора около скамеек. Получается подметание, получается дорожек, плюс как раз по этому скверу мы хотим как раз, как бы акцентировать, это как раз вырубка веток, получается, вывоз вот этих поваленных деревьев. В Дубовой роще в Новоюжном районе другая проблема – освещение. В отличие от лесопарка Гузовского, здесь проходят пешеходные маршруты. Например, с улицы Кукшунгская на проспект 9-й Пятилетки. Для многих это единственный путь на работу или в школу. Мы подготовили проект, он довольно-таки очень большой, комплексный, обширный, стоит хорошего финансирования. Но в этом проекте уже есть и сеть дорожно-тропиночная, велодорожки, малоархитектурные формы, конечно же освещение. Мы хотим его в этом году начать реализовывать. Как планируют наводить порядок в лесопарках, более или менее ясно. Территория теперь городская. Совсем другая история – частный сектор. Грустный пейзаж открылся народным избранникам на берегу реки Кукшум. Здесь единственный способ – работа с населением. У нас же есть два способа, да, то есть принуждение и убеждение. Начало всегда с убеждения. Если это не дойдет, значит будем принуждение в момент включать. Может быть это в ужесточении законодательства. Ну а пока депутатский корпус и управление экологии решают, как навести порядок и призвать к нему население, горожане снова маринуют шашлык. Впереди опять длинные выходные. Пожалуйста, не забудьте захватить с собой мешки для мусора. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика.